Ну, вот человеком, который, наверное, среди первых из того списка, наверное, людей, которые стали виновниками написания этой песни, стал летчик, которого я не знаю. Я не знаю его фамилии, не знаю его имени. Конечно, впоследствии, наверное, это все вот какие-то события накладывались, 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 и песня появилась. Но я иногда думаю, откуда корни ее. Наверное, корни оттуда, с тех времен, когда как-то обозначилось то, что я хотел стать летчиком. Ну, я сколько себя помнил и хотел стать летчиком. Но, наверное, вот это первое осознанное желание, оно возникло в 1977 году. Отца перевели из Казахстана на Украину, мы жили в городе Чернигове. И причем это вот только мы приехали, это где-то было лето, у меня были летние каникулы после пятого класса, мне было 11 лет. Управление, где служил отец, ну, это было все под Черниговом. Дом военный в это время где-то там в городе строился, и мы должны были в сентябре там получить квартиру. А вот на этих несколько месяцев снимали комнату, ну, для военных это очень-то как-то в порядке вещей, комнату в деревне, в деревенском доме, недалеко от части воинской, где отец служил. Ездили мы с братом старшим, он тогда в 10 класс перешел, я же говорю, я в 5, мы садились на автобус, ездили в город, там, смотрели, вот, после военного городка вот такого, тут областной центр, нам было все интересно. Ну, и традиционно я часто ездил к папе на работу, это было 3 остановки на автобусе, и вот я приезжаю, там, один, два, три раза через дорогу, смотрю в поле, а там такое пшеничное поле, стоит вертолет, ну, вечерами причем он стоит, там, ну, тут летает, прилетает, вот он стоит, белая раскраска, синяя полоса, такая обыкновенная совершенно. И как-то вот, а меня все тянет, тянет, там, как бы, к этому делу, и я, помню, там, один раз я вокруг него хожу, он пустой, там, на следующий, там, день, один раз прихожу, сидит летчик, там, значит, курит, ну, дядечка такой, там, я даже, ну, для меня неосознанного, ну, такой, наверное, возрастной достаточно. Я там ходил, ходил, ну, что ходишь, хочешь посидеть, там, я говорю, ну, да, там, я сажусь, там, в кабину, мне интересно, глаза горят, там, туда-сюда, там, что-то, он говорит, ну, приходи завтра, слетаем, там, я завтра полечу в аэропорт, а в Чернигове, ну, аэропорт Колючевка был, там, сейчас его и нет, даже, ну, для болстного центра совершенно неожиданное явление, грунтовая полоса в советское время, ну, тем не менее, тут какие-то самолеты летали, вот. Вот, и я на следующий день заготовился, я взял, там, значит, по-моему, пять копеек, или сколько стоил автобусный билет, то есть, чтобы там городской автобус оттуда ходил, чтобы вернуться в город, вот, весь такой, ну, интересно, и вот, и мы вдвоем с ним полетели. Мы пролетели над, я даже не знаю, вот, мотивацию этого летчика, вот, мальчишку там, который просто, вот, он посадил меня, и мы полетели. Мы пролетели над городом Черниговым, полет там, наверное, ну, может, минут 20-30, сели в аэропорту, я ему сказал большое спасибо, пошел, сел на автобус, уехал домой, на следующий день я с ним еще раз летал. Потом, значит, он сказал, слушай, ну, я же тебя не просто так вожу, я тут на рыбалку хожу, накопай-ка мне червей. Значит, я принес ему такую банку этих червяков просто, в общем, ну, мы летали, ну, наверное, в течение там какого-то небольшого времени, я сейчас не помню, это все-таки было уже почти 40 лет назад, да не почти, это больше 40 лет назад, вот, потом мы куда-то там, наверное, они перелетели куда-то. Это остановка, кстати, автобуса называлась нефтегазоразведка, то есть это было там управление нефтегазоразведки, автобус, кстати, и вертолет работал в интересах вот этих геологов, и я иногда думаю, елки-палки, вернее, елки-палки я потом думал, я вначале думал, это, наверное, все-таки вот, вот этот знак был, что мне вот, ну, авиацию, а потом со временем, когда я стал уже совсем взрослым, и вспомнил о нефтегазоразведке, я вспомнил о Газпроме, и думаю, может, знак был другой. Вот, но тем не менее. Вертолет Медвабу Робинзоны нынче в муделок по стены хороводят, и жужжат, что в миру самых ног. Ну, а я такой курнос, и сверху горб, внизу колеса, как конек из сказки, в горбу ног. Я родился где-то в Польше, но в душе советски больше, на работе долгие годы. И для тех, кто в небо рвался в ублок, а на мне поднялся школьной портой, стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, даже если воевать не суждено. Работяк и безотказным я летал и над Кавказом, ну, а летчик был, товарищ Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно, в точку бы лететь из точки А. По прямой маршрута мало, я люблю флейстайлы с лалом, с лалом, это точно про Ми-2. Я еще с ведром летаю, в нем воды полно до края, но не болеют тех, кто внизу. Это славная примета, повезет вам, значит, где-то, может, я куда-то подвезу. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, я стараюсь, хоть мне часто нелегко. От работы не косили, даже пони-пу носили мы корову на подвеске. Свалей-ко! Гамар, джубы, генад, свали, валей-ко! Не побросить не сумею, хоть все летаю, хоть старею, тысячи за мною летных смен. Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается, не пристала ныть, ведь я аж спортсмен. Ну а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже, все блестят, как медный котелок. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу ковелся, прям конек о сказке, как бы ну. Мне пеняли безоружен, что такой я нафиг нужен, и на цепь меня зажали, как в кино. Но руками и винтами цепь рвали и взлетали, мы сбегали в небо с другом. Мимино! Гамар, джубы, генад, свали, мимино! Че-то говори-то, че-то маргарита! КОНЕЦ